С сегодняшнего дня туристический маршрут по московскому Кремлю расширился. Открыт парк на месте снесенного 14-го корпуса. Теперь оттуда можно любоваться Спасской башней и Соборной площадью. Экскурсию уже совершила Александра Черепнина. Таким Кремль еще не видели. Привычный пешеходный маршрут теперь занимает немного больше времени. И дело не в расстояниях. В парке, разбитом на месте 14-го корпуса, непременно хочется остановиться. Отсюда можно по-новому взглянуть и на Сенатский дворец, и на соборы. Угол обзора стал шире, панорама масштабнее. И этим пейзажем можно долго любоваться. И правда, разве можно было прежде взглянуть на Спасскую башню с этого ракурса? Или вот совсем другая перспектива соборов? Еще больше видно на расстоянии. Если отойти ближе к стене, то в кадр попадет и Кремлевский дворец, и Кремлевский сквер. А южную сторону здания Сената 14-й корпус и вовсе закрывал. Я специально пришел, чтобы увидеть вот это. Потрясающе. Этого вида не было никогда. Да, это, наверное, с 14-го века. Потому что ведь были сначала монастыри. Мы сватались везде. Везде. Где можно. Нам очень нравится, потому что оно сравнить сложно с чем-то. Я думаю, нигде такого не видели. В Новосибирске точно такого нет. Хорошо, что видно и Кремль, и современную Москву даже видно отсюда. Там Фитя, я смотрю. Очень нравится. В погоню за новыми открыточными видами отправлялись и те, кто о том, что эти виды новые, и не подозревал. И признавались того, что внутри окажется еще и парк, никак не ожидали. Это великолепно. Я думал, здесь только здание, место официальное. А тут так зелено. Да, здорово. У нас в Сан-Паулу такого нет. Сюда теперь ведут все пути. Прямиком с Ивановской площади или из Большого Кремлевского сквера на песчаные дорожки, которые проложены заново, там же, где и семь веков назад. А ровно на месте уничтоженных большевиками монастырей и Малого Николаевского дворца разбиты газоны. Линии пушистых туи обозначены границы фундаментов древних строений. Очень красиво все. Такие газончики, такие растения. Где-то там туи проходили. Понимаете, смотришь на эту полянку и радует глаз. Какой была панорама Кремля до революции, можно судить по кадрам хроники. Сохранились и записи того, как в 1929-м Вознесенский и Чудов монастыри вместе с любимым дворцом Николая I были безжалостно уничтожены. На их месте почти сразу построили ничем не примечательное здание. 14-й корпус Кремля, где разместили военную школу, где позже проводились заседания Верховного Совета СССР. А до недавнего времени в здании располагалась часть президентской администрации. Его хотели реконструировать, но в итоге советский новодел среди объектов ЮНЕСКО, незначившийся, было решено снести. Мы его срезали как мозаику. Никаких взрывных фрагов не проводилось. Никакой тяжелой техники, которая могла бы навредить экологии и добавить лишнего шума, ненужного здесь. Затем к работе приступили археологи. Помимо фундаментов древних монастырей были обнаружены предметы старины. Все они сейчас на реставрации. После должны поступить в фонды кремлевских музеев. Раскопки же, правда, уже не такие масштабные. Возможно, будут продолжены. Тому в подтверждение небольшие стеклянные конструкции в новом парке. Это как раз спуски вниз. Для туристов, разумеется, закрытые. Александра Черепнина, Юрий Шолмов, Анна Ток, Первый канал.